Добрый день, друзья! Добро пожаловать на канал Йозли Месса. Сегодня у нас пятый урок по геометрии. И мы будем разбирать задания на тему углы. Ребята, спрашивайте, такие ли вопросы по геометрии на Йоз? Конечно, задания немного могут отличаться. Но в любом случае, на знание всех свойств выводов, которые мы с вами изучили и изучим, на Йоз по геометрии не бывает очень сложных заданий. Конечно, тот, кто совершенно не знает тему углы, тот не решит. А кто знает, он скажет, что бывает и сложнее. Поэтому все зависит от вас. Мы же как можем помогаем вам. А для тех ребят, кто не может ходить на курсы или к репетитору, это отличная возможность. Только для того, чтобы помочь вам, я снимаю эти видео в 3-4 часа ночи. И я сам как бы наряду с вами, как будто бы готовлюсь к Йоз. За два месяца до экзамена все темы будут пройдены. И последние два месяца мы посвятим повтору решению заданий, а также решению заданий из Йоз за предыдущие годы различных университетов. Сейчас мы приступаем к решению примеров. Итак, первый пример. Нам дано, что ОС – бисектриса, то есть делит угол пополам. Также нам дано, что СА перпендикулярно ОА и СБ перпендикулярно ОБ. Тогда стороны АО равны стороны О в стороне ОБ. Итак, углы равны. Значит, 2х-10 равно х плюс 25. Легко найдем, чему равен и х. х будет равен 35. Нам нужно найти угол АОС. Угол АОС равен углу СОБ. Поэтому найдем любой из этих двух. Например, 35 плюс 25 – 60. Таким образом, мы нашли угол СОБ – 60, а ОЦ тоже будет 60 градусов. Следующий пример. Четвертый. АБ, СД, ЕФ параллельны. Продолжу эти прямые. Вот мы их сначала отметили. Продолжила. Этот угол тоже будет х, так как внутренний накрест лежащий. Образ z не забываем. Тогда вот этот угол дополняет 106 до 180. 180 минус 106 – 74. Тогда х равен 124 минус 74 – 50. Следующее задание. АБ параллельно ДЕ. Отметим. Продолжу прямую. Смотрите, углы направлены в противоположные стороны. В этой стороне у нас 4х, а в этой стороне будет х плюс 3х. А 3х плюс 7х дает сумму 180. То есть 10х равно 180. Х равно 18. Так, второе задание. Д1 параллельно Д2. И даны равные углы х и х и 33 и 33. Тогда 33 плюс 33 здесь у нас будет 66. А 2х у нас дополняет эти 66 до 180 градусов, потому что внутренние односторонние углы. тогда угол АЦЕ равен 180 минус 66. Разделим пополам. 114 делить на 2 – 57. Мы нашли х. х у нас будет равен 57 градусов. Следующее задание. Третье. Дано, что АД бисектриса. АД параллельно ВС. Вижу образ З. Тогда этот угол… Давайте сначала отметим параллельный. И вот этот угол будет равен х. Внутренний накрест лежащий. А значит, и этот х. Потому что помечено, что они равны. х плюс х плюс 2х в сумме дает 180. Развернутый угол. 4х равен 180. х равен 45. Нужно найти угол АВС. 2х – это 90. Это 45. Тогда 180 минус 90 плюс 45. 45 градусов нашли. Шестой пример. СД перпендикулярно ДЕ. ВА параллельно ДЕ. Проведем прямую параллельную ВА и ДЕ. Этот угол 90. Значит, и этот 90. Внутренний, односторонний. А плюс 90 будет равен 4А. Так как накрест лежащий. То есть, А плюс 90 равен 4А. 90 равен 3А. А равен 30. Мы нашли. Седьмое задание. Продолжим прямую. ВА параллельную ДЕ. Смежные углы. 180 минус 36. 144 будет этот угол. В сумме эти три угла равны 360. То есть, 144 плюс 110. Это у нас 254. Плюс Х равно 360. Х равно 360 минус 254. 106 градусов. 10-е задание. БА, ЕФ и ЦД параллельны. Вот мы их отметили. Продолжим прямую. Внутренний накрест лежащий угол. Видим. Буква З. Тогда Х плюс 2Х равен 123. То есть, 3Х равен 123. Х равен 41. Тогда 2 умножить на 41. 82. Этот угол. Значит, У равен 180 минус 82. 98. Так как они внутренние накрест лежащие. Внутренние односторонние. 11-й. ЕФ параллельно БА. Проведу прямую параллельную ЕФ и БА. Через точку Д. Эти три угла. Сумми у нас 360 дают. Тогда найдем вот этот угол. 360 минус 150 плюс 100. То есть, 360 минус 250. 110 будет этот угол. А эти три угла смежные. Их сумма 180. Значит, этот угол у нас 40. 180 минус 110 плюс 30. Тогда Х равен 180 минус 40. 140, так как внутренние односторонние. Восьмое задание. Смотрите, дано, что БА параллельно ДФ. Отметим. Мне нужно каким-то образом найти Х. Раз БА параллельно ДФ, проведу прямую параллельную ЕС. И как бы я сделал копию угла ЕДФ? Тогда эта часть у нас равна 105, так как внутренние односторонние углы. А оставшиеся 25, 130 минус 105. Значит, Х у нас равен 25. Девятое задание. Дано, что АД и СФ биссектрисы. Также по условию АВ параллельно СД. И дано, что В минус А равно 16. Здесь у нас есть внутренние накрест лежащие углы. У нас есть параллельные, есть секущие. То есть вот этот угол у нас тоже будет В. Образ Z. Как мы говорим, только она здесь обратную сторону повернута. Нужно найти Х. У нас два угла В и два угла А. Сумма дает 180. Тогда А плюс В – 90. А значит, вот эти углы тоже по 90 градусов. Надо найти Х. Он равен 90 плюс А. Так как и сумма углов А плюс В плюс 90 равно 180. И сумма В плюс Х равно 180. Так как смежные углы. Хорошо. Как знаем, А плюс В – 90. В минус А – 16. Сложим. 2В равно 106. В равно 53. Вот тут вот ошибся в буквах. Нашли В. Не А. Поэтому А равно 90 минус 53. 37. АХ будет равен 90 плюс 37. 127, не 143. 12 задание. В А параллельно ДЕ. ДФ параллельно ВС. И вот тут сразу видим равные углы. 50 равен 2у. Тогда у равен 25. Понятно, что это 2у и 50 – внутренний накрест лежащие углы. А раз у равен 25, тогда вот эти два угла вместе 75. Продолжим прямую и проведем прямую параллельную ВА и ДЕ через точку С. И смотрите еще раз. Как мы нашли 75. 2у у нас равен 50. У равен 25. Там у нас было 2у и у, значит 75. Тогда этот угол 180 минус 75. 105, потому что внутренние односторонние эти углы. Х же будет равен 50 плюс 105, так как внутренний накрест лежащие углы. 50 плюс 105. 155, нашли х. На сегодня наш урок закончен. До встречи на следующем уроке. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok